Как можно восстановить дроп? Собственно, я уже рассказывал про сайт Archivarix. Он самый популярный, самый известный и самый старый вообще какой-то есть, мне кажется, в Рунете и замечательно живет. Все с ним хорошо, восстанавливает очень быстро, есть своя CMS, и восстановит он ровно все, что есть на веб-архиве, ни больше, ни меньше. Есть несколько проблем. На веб-архиве есть не все. Это основная проблема. Проблема номер два. Все, что он восстановит, там в Archivarix есть такая штука, как выгрузить структурированные данные для загрузки WordPress. Кто пробовал это делать, понимает, в чем проблема. Проблема теряется вся структура, найти конкретные дальше страницы очень тяжело, и вообще лучше даже этим не заниматься, как Archivarix делать восстановление на WordPress. Просто вы, если попробуете, вы все поймете. И он платный. Проблема, основное восстановление сайтов с дропов в том, что нет очень многого, что должно быть. Например, нет страниц, на которые есть ссылки. Нет изображений внутри статей. Есть ссылки на сайты, которых уже нет. Ну, то есть очередной дроп и так далее. И, соответственно, если вы восстановите обычным способом, у вас будет куча битых ссылок, либо вы потеряете кучу страниц. И потом, зайдя в Webmaster, после того, как вы восстановите, будете смотреть ООО, 4004, еще одна 4004 и так далее. Сразу маленькое такое интересное отступление. Есть биржа сайтов Телдери. Там можно купить сайты. Очень часто продают восстановленные. Минимальная цена от 5000 рублей и где-то за что-то более-менее приличное – 10 тысяч рублей. Это обычно уже перенесенный на WordPress. Вот из 10, мною купленных, примерно 8, потом постоянно высвечиваются с ошибками 404. Страница в веб-архиве есть, а страницы на предоставленном мне сайте нет. Общался я с человеком, который конкретно восстанавливал сайт 1, вот головнаяболь.ру, например. Он мне просто сказал, я восстанавливаю руками. Поскольку я восстанавливаю руками, я восстановил почти все, что я восстановил, и вот оно вот так. Хочешь восстановить, можешь восстановить больше. Вот что восстановил, по той цене я и продаю. Как бы, если бы я восстановил больше, цена была бы, наверное, выше, и вряд ли бы ты у меня купил. Но весь этот разговор бы узнают только после того, как вы уже купите. Поэтому по-нормальному надо восстанавливать самим, либо использовать сервисы. И мы идем дальше. Помимо архивариса, есть еще интересные варианты. Например, есть Rush Analytic. Работает он практически как архиварис. Только он позволяет еще сделать более-менее нормальную выгрузку в WordPress. И туда потом все это дело загрузить. Но опять вы получаете ровно то, что есть в веб-архиве. Ни больше, ни меньше. Есть еще скрипт на Rabi. Он грузит все, что есть в веб-архиве. Готов переделать немножко контента, очистить от лишнего кода, сделать ссылки локальными вместо там внешних. Но поскольку веб-архив ввел недавно ограничение, ну как недавно, месяца 4 уже, вы можете запросить за несколько минут всего 20 страниц с веб-архива. После этого вы начинаете получать код ответа 0. И либо вы должны использовать прокси-сервера, либо подождать минуту. Выкачать реально большой сайт это не позволяет. Есть наковорки умельца. Они реально позволяют и реально все делают. И делают хорошо, но делают дорого. Делают за 7000 рублей. Это минимальная цена, которую я нашел с переносом на WordPress. Вы на выходе получаете обычный WordPress сайт без премиум темы, с обычной темой. Туда все просто загружено и дальше вы его настраиваете сами. Идем дальше. Есть еще интересный сервис. Теперь поговорим о самом интересном сервисе, который мы использовали как основу для своего сервиса. Недавно появился сервис DropPrestor.ru. Очень большая разница именно в том, что, во-первых, он позволяет уже текущий сайт проверить, на каких страниц не хватает, и догрузить именно тех, которые хватают. Делается элементарно. Вы это можете сделать сами. Выкачивает сайт-мап старого сайта с веб-архива. Картинка запрашивает эти страницы, если получает код 200, то есть страница есть и все хорошо. Либо там 301-й редирект, значит, страница куда-то ведет. Если нет, говорит вам, что эта страница нет, но она есть на веб-архиве, и идите обновите. Второй нюанс этого сервиса. Он позволяет создавать картинок, которых нет. Картинки создаются через нейросети. Как я понимаю, они еще берут из поиска. С Яндекса картинок, либо Гугл-картины. Как конкретно и что берут, я точно не знаю, но по всем проведенным тестам делают они именно так. Из минусов, единственный минус, который найден, это платный сервис. У них есть восстановление под ключ за плюс 3000 рублей, вам настроят WordPress и все, но тогда стоимость восстановления домена у вас уже будет 1500. Насколько вам это надо, вопрос лени и прочее. Теперь я расскажу, как работает наверняка ядро Престорм, и как работает то, что создали мы. Создали мы это для себя. Мы выкачиваем первый сайтмап с веб-архива, анализируем, убираем из него неважные для нас страницы. Обычно неважные страницы – это главные страницы категорий, которые содержат внутри статьи, старые сайтмапы и так далее. Дальше. Мы все эти страницы, полученные HTML, анализируем, убираем лишний туда рекламный код, убираем счетчики и так далее, и получаем чистый контент. Контент обычно там находится в тегах артикл, и, в общем-то, весь он там. Там бывают рекламные блоки, которые, в принципе, легко находятся и удаляются через любой парсер. Все делается элементарно. Там же внутри этого артикла контента HTML есть ссылки на изображение. У изображения есть альты или тайтлы, которые описывают эту картинку. Процентов в 90 случаях это есть. И на основании этого альта мы либо делаем запрос к нейросети, в данном случае Fusion Brain, поскольку у нее есть API свободный. И прям примеры есть для перла, для PHP, как сделать запрос и получить результат. Библиотека есть. Ну, то есть элементарно с ней работать. Ждем, пока нас генерит картинка, и вот мы получили картинку. Эпизодически картинка не генерируется, поскольку почему-то определенные слова, он говорит, что это цензура, и я не готов тебе ничего сделать. Поэтому следующим шагом для таких картинок мы берем наш запрос сальто, название картинки, и забиваем его просто в Яндекс. Открываем Яндекс.Картинки, находим релевантные картинки этому запросу, их оттуда выкачиваем, переименовываем, как она должна быть, и кладем. В результате мы восстановили 100% изображения для статьи, которого не было даже на веб-архиве. И вот, пройдя весь этот сайт, мы полностью его восстанавливаем. После этого мы все компонуем в XR-файл. Это стандартный файл импорта WordPress для загрузки внутрь WordPress. Грузим штатными средствами, никакого внешнего плагина не требуется. Все вот грузится в WordPress, как и должно грузиться. Как в WordPress и придумал, разработал, создал, и ничего сверху делать не надо. Все туда грузим, и все у нас хорошо. Мы получили сразу статьи, получили сразу структуру сайта, получили тайтлы, дескрипшены, хитры, и все у нас хорошо от просто этой выпуски. Почему это нет в архиварисе, у меня лично большой вопрос. С моим уровнем программирования я это сделал достаточно быстро. В крайнем случае, они могли кого-то нанять. Ну, видимо, не хотят. Продолжение следует...